Человек получает точно, точно то, что он уготовил себе на завтрашний день. А что надо уготовить себе на завтрашний день? Вот послушайте. О вы, кто верует! Послушайте. В смирении колено преклоните, падите нить пред Господом своим, благоговейном поклонении Ему, и творите добрые дела. Быть может, вы будете счастливы. Значит, что мы должны сделать, чтобы достичь того, чего мы больше всего хотим? А что мы больше всего хотим? Быть счастливым. Каждый человек хочет этого. Просто форма счастья разная. Но каждый человек хочет быть счастливым. То есть каждый человек хочет, чтобы на душе его было радостно. Это и есть счастливость. И Бог говорит, о вы, которые веруют. Видите, он к Богу верующему обращается. Потому что если он обращается к неверующим, то неверующий, естественно, скажет, что для того, чтобы счастливым быть, там не надо выиграть миллион долларов, масса вещей, любимый быть шалашей и так далее. Бог говорит, что ты можешь выиграть свои тысячи долларов. Ты можешь потом пойти в шалаш залезть со своим любимым. Но с тысячи долларами у тебя будет мутро на душе. И любимый твой в шалаше будет такое, что тебе тоскливо станет, что ты на так раз с ним вообще в шалаш больше. Вот это самое главное, что ничего от нас не зависит. А что мы должны делать, чтобы быть счастливыми? И в шалаше, и без шалаша, и с миллионами, и без миллионами. И Бог тебе говорит, преклоняй колено перед Богом. Это здесь просто в такой форме высказана простая вещь. Намаз – это есть преклонение колено. Сам по себе физически намаз ничего не значит. Если ты совершаешь намаз, в это время физически преклоняешь колено, нулевую ценность имеешь. Если ты духовно, мысленно не преклоняешься перед Богом. А что такое преклоняться перед Богом? Преклоняться перед Богом не сможет оставлять ему удовольствие. Он сам мне говорит, мне нужен твой намаз. Он тебе нужен. Преклонение не означает, как в других религиях, что Бог нуждается в том, чтобы я поклонялся Ему, и Ему становится радостно. Это как фемиан воскуривают и говорят, что он там нюхал фемиан. Тук обычно сжигают. Тук или фемиан греков, тук иудеев. Тук или фемиан воскуриваются, и они там нюхают и получают удовольствие. Ну, это же примитивное, глупое совершение. Очень уж ему нужен твой тук или твой фемиан. Поклонение Богу – это наша проблема с вами. И Бог для нас кого, когда Он говорит, поклоняйся Богу, Он не себя имеет в виду, нас имеет в виду. А что имеет в виду? Он хочет сказать, что поклоняйся, то есть иди только тем путем, который Я тебе говорю. Больше, чтобы никто тебе не указывал, как только кто-то укажет тебе, в этот путь не туда пойдешь. Ты должен идти по этому пути. На Дальнем Востоке, когда бывали учителя, чам-буддистские, дем-буддистские учителя были, и они требовали, там требовали удивительного послушания. Они били их этим бамбуковым палками. Приходил человек, хотел чему-то научиться, спрашивает, например, почему-то будто с запада пришел. Представляете, вместо того, чтобы получить, посидеть, послушать лекцию и учителя, он встал бамбуковым палкой и давал ему по голове. Или ему говорят, где мой посуду. Обижались, вставали, уходили. Нормальный вопрос ученика. Чам-буддистский патриарх. Чам-буддистский патриарх. Вел себя чрезвычайно грубо. С нашей точки зрения, очень грубо вел себя. Ударял его, выгонял его. Почему? Потому что прежде чем этот Дальний Восток, а потом и Ближний Восток, это хорошо понял. Прежде чем идти по какому-то пути, они путь указывают. Есть понятие китайцев, понятие дао. Это лежит в основе всего, вообще, всей философии китайской. Тао лежит. Кстати, в исламе тоже самое. Дин, потом шариаты. Это тоже путь означает. Путь указывает. Дао, это единственный путь, по которому надо идти, чтобы ты был счастлив. По представлению патриарха в этих. И он прекрасно знал, что если не будет беспрекословного подчинения и приемлемости, если он еще кого-то послушает, путь ему не светит. Потому что, как только есть два мнения, нет одного пути. Это примерно то положение, в котором сейчас находится весь мир. не знает, куда пойти. И восток, который сейчас не знает, по восточному Тао идти, или же по американскому доллару идти. Толком не может разобраться. Вот как только на распутье становится, как только здесь два мнения о пути, путь кончается. Это не тот случай, когда о демократии надо говорить. Как только о демократии по пути говоришь, ты обязательно представляешь себе, вы лезете на гору, или у вас там проводник есть, или у альпинистов есть эти, тренеры, или проводник у вас, который говорит, что вот если по этой тропинке пойти, то обязательно свалишься. А другой приходит и говорит, что ты знаешь, я думаю, что по этой тропинке лучше всего пойти. И тот говорит, что а что-то вы слушаете, ведь демократия же. Он говорит, что не ходи по тропинке, я говорю, ходи, каждый пусть решается, каждый, кто решит, свалится оттуда. На тропинках в демократии не бывает. И поэтому орлы, демократы теперешни, во всем мире, европейском мире, западно-цивилизованном, они, несмотря на все свое разглагольствование о демократии, несмотря на то, что они думают, что жить можно при демократии, они во время войны абсолютно отказываются от демократии. Потому что тут ощутим результат. Ты сейчас будешь демократом, получишь в лоб пулю. Поэтому, никакой демократии. Здесь один командир, он говорит, беспрекословное подчинение. Видите? Когда ты понимаешь, что пулю можешь получить лоб, беспрекословное подчинение, а когда речь идет о порядочности, о нравственности, оказывается полная демократия. И когда верующий говорит, что я беспрекословно подчиняюсь Богу, он начинает кривить свою не очень симпатичную физиономию, я имею в виду западную актеру и актрису. Не очень симпатичная физиономия и говорит, ну что это такое? Подчинение какое-то, нет свободы. А почему у тебя в армии нет свободы? Почему, когда какой-то командир приходит тебе, приказывает туда пойти, ты не говоришь, знаешь, демократия, вот часть отряда пойдет, оттуда атаковать, оттуда пойду, оттуда атаковать. Значит, когда ты считаешь, что важное дело, демократия не может быть, должно быть обязательно жесткое командование. А тогда, значит, нравственность не важна, раз нравственность у тебя демократия, значит, не важна получается, да, декоментарная логика это. А вот для верующего самым важным является нравственность, не война, не армия, а самым важным является нравственность. И тут он беспрекословно должен подчиняться Богу. И Бог это нам пытается внушить, когда говоришь, что преклоните колено. И это осуществляете, когда человек намаз совершает, преклоняет физически колено, а не потому, что колено у него хорошее. Вот это мы должны с вами понять. Подчиниться Богу. Постоянно Бог говорит о преклонении, он только это имеет в виду, что, иначе ты ничего не научишься. То Бог-то лучше знает, чем эти патриарки, как можно учиться, как не учиться. Если патриарки поняли, что нельзя научиться идти по пути, подал их нему, беспрекословно подчинен, Бог-то лучше всего это знать. И Бог говорит, что если ты на завтрашний день хочешь приготовить себе что-то важное, хорошее, преклоняй колени перед Богом, поди ниц и твори добро. Две вещи, которые Бог от нас просит. По отношению к Богу наше добро, наша порядочность, наша нравственность, наша благодарность заключают в том, что мы понимаем, что кроме Него ни на кого не надеемся. А по отношению к человечеству есть один только долг, который является сутью веры. И без этого вера гроши ломанного не стоят. Сто раз ты намаз совершай, орудие совершай, прыгай через голову, через ноги прыгай. Если ты не творишь добро, нулевую ценность ты имеешь в исламе. 22-й это было сура, 77-й аят, 78-й аят. И проявляйте в служении Аллаху достойное усердие. Он избрал вас и не наложил на вас исполнение обряда в религии никакого затруднения. Совершайте же намаз, раздавайте закят и держитесь Аллаха. Он ваш покровитель. не надо ни на что радеяться, не надо ни от чего отказываться. есть ли надежда не на Аллаха, если это не во имя Аллаха. Не надо абсолютно. если хочешь быть счастливым, надейся только на одного покровителя. Он тебя сделает счастливым. Но для этого те, те, которые уверовали, Аллах обращаясь, говорит, что совершайте же намаз, чтобы он был покровителем вашим. Совершайте же намаз, раздавайте закят и держитесь Аллаху. Вот здесь видите кульминация, которую я постоянно пытаюсь вам объяснить. Это глубокая вера, которая выражается в намазе. Это добро, которое мы хотим совершить. В общей форме закят называется добро. Не имеет значения. Совершить. И держаться за Аллаху. Держаться за Аллаху означает? Это означает, что держаться за Гуран и Керам. Вот что Бог нам говорит. Держись за меня. То есть только за Гуран и Керам. Иди, потому что покровитель я твой. Ни один человек на свете не может быть покровителем, говорит. Я. А я с тобой общаюсь. Честь Гуран и Керам. Значит, держись Гуран и Керам. Это единственная основа славы. Твори добро. То есть раздавай за Керам. И проявляй свою благодарность. То есть преклоняйся. Потому что чтобы держаться за Гуран и Керам, надо быть глубоко, веровать в Бога. Совершай намазу. И посмотрите, что мы получаем за это. Тем, которые уверовали и творили добрые дела, мы простим их прежние дурные дела. Тех, которые уверовали и творили добрые деяния, мы включим в ряды праведных. Воистину Аллах с теми, кто вершит добро. Видите? Нигде не сказано, те, которые уверовали, Бог простит им грехи. Не сказано, те, которые уверовали, Бог сделает праведным. Нет, он говорит, уверовали, потому что твоя вера ничего не стоит, если ты не творишь добрые. В чем заключается твоя вера? В том, что ты поклоняешься Богу, а поклонение-то Богу нужно для того, чтобы идти по пути, а не для Бога, а тут, получается, что ты для Бога делаешь. Вот ты вот Бог, ты хочешь его умилостивить, ты хочешь симпатии его завоевать и начинаешь ему поклоняться. Это то же самое взятишничество, которое сейчас у нас в голове сидит. То же самое, что вместо того, чтобы студентов учить, учеников учить, ты идешь, начинаешь поклоняться директору, ему даешь взятки, и он тебе дает хорошую зарплату, идешь домой, а ученики не причем. Но твоя функция учителя не директора, а ученики, и твоя функция человека идти по истинному пути, а не поклоняться просто Богу, если ты не идешь после этого. А Бог тебе говорит, что твое поклонение, это тебе нужно, потому что поклоняться, поклоняясь мне, ты пойдешь по истинному пути, а истинный путь заключается в том, чтобы творить добро. Творить добро. И Бог сказал, я вам поручаю относиться по-доброму, я сейчас примерно смысл передаю, если я обнаружу, я вам прочитаю, относиться по-доброму к вашим родителям и творить добро. Вот Бог родители и люди, которым нуждаются в добре, они постоянно идут в Гуран и Керем рядом. Мы должны уверовать Бога для того, чтобы правильно идти. А правильно идти, это значит творить добро людям, начиная с родителей и кончая обязательно сиротами. Сироты и немощные пожилые люди это является обязательно, весь Гуран и Керем будет читать, постоянно об этом лечить, а сирот постоянно лечить. Потому что это пожилые люди хоть прожили какую-то жизнь, а эти несчастные они еще даже не жили, они уже несчастны. И они являются нашими испытаниями. Если мы хотим в завтрашний день быть счастливыми, мы сегодня должны помочь сиротам, а не завтра. и немощным сиротам. И перечисляя, посмотрите, что говорит Бог. Воистину Аллах теми, кто вершит добро. Ибо те, послушайте внимательно, ибо те, которые уверовали и вершили добрые дела, они наилучшие из созданий. Ибо те, которые уверовали и вершили добрые дела, наилучшие из созданий. Здесь один еще момент, на который я хочу обратить внимание, это не просто добрые дела, а уверовали добрые дела. Почему уверовали? Потому что добрые дела, они могут быть результатом разных вещей. Если они не результат истинного пути, а истинный путь только Бог показывает, то эти добрые дела они не принимают за Бога. Поэтому когда мы слышим с вами, что неверующие люди совершают добрые дела, то это не те добрые дела, которые Бог принимает. Почему? Потому что это делается не потому что человек идет по пути, а потому что ему захотелось это сделать. Характер у него такой, а завтра же характер может поменяться, а у другого может быть другой характер. И никогда никто другому не сможет объяснить, добрые дела делают. Вот поэтому когда стихийно делается добро, стихийно делается добро для того, чтобы в этом мире тебе было хорошо. Характер такой, хоть хороший видит, Бог говорит, вот этим людям я здесь дам награду, а там пусть они не ждут, потому что они от истины отвернулись. добрые дела само по себе без истины. Это временная вещь, и на нем далеко не проедешь. Весь мир сейчас добрые дела делают. И делают добрые дела очень часто, чтобы от налогов избежать. И издают законы, кто благотворительностью занимается, он освобождается налогой, умещается налогой, ему становится выгодно благотворительностью заниматься, он занимается. Это и называется доброе деду. Если я пришел в сиротский дом, свышен мне навстречу сирота, и я ему свой бутерброд дал, надеюсь, что директор увидит и меня возьмет туда своим заместителем, это я сироте что-нибудь дал, а могу спокойно сам съедить. Вот поэтому две вещи являются абсолютно необходимыми. Вера Бога, и результат веры узнать у него что надо делать и это делать. А это есть добро. Воздаяние за зло равноценное для зло. Значит, здесь один момент, который я хочу обратить внимание, в исламе есть понятие любви к ближнему и ответ добром на зло. Есть такое понятие, хотя христиане думают, что им это присуще, на самом деле в исламе есть это. Там двух местах сказано, отриньте зло добром. Вы в ответ на зло делаете, да там продолжение такое, что тот, который вам делает зло, может стать после этого вашим близким другом, если вы добро ему сделаете. Но в отличие от христианства это не примитивно понимается, что на любое зло надо ответить добром, в чем запутали сами христиане и дальше не смогли, потому что у них точно такая же инквизиция была, точно даже суд был и так далее, то есть они отвечали злом на зло. А посмотрите, в Уране Киарем как сказано, Бог говорит, воздаяние за зло, равноценное зло, вот это важно, равноценное зло, нельзя, например, за то, что человек украл его убить, равноценное зло, но тот, кто простит и уладит мира, будет вознагражден Аллахом. Дальше Бог говорит дальше, это 42-й сура 40-43 аят, конечно, нет укора тем, которые защищаются против нападений, нет укора тем, которые защищаются против нападений, не надо просто открыв рот смотреть, пока тебе будет по голове бить. Но если кто терпелив и прощает, то это похвально поступит. И здесь добро, даже на зло, если ты в состоянии ответить добро, а не на всякое зло можно ответить добро, есть такое зло, что только зло можно ответить. Но если это зло такое, что ты можешь вытерпеть его и ответить добро, то, во-первых, Аллах простит твои грехи, во-вторых, это будет похвально поступок. Вот это очень важно. Мы с вами наверное в следующий раз, поскольку сейчас уже у нас время ограничено, обсудим аяты, где сказано о том, как творить добро, прежде всего связано с тем, что ты материально помогаешь людям. Не только материально, но материально тоже помогают. Это мы с вами в следующий раз обсудим, давно же очень важные условия есть. Очень важные условия есть, без которого естественно Бог не примет наше идея. Сегодня нам важно усвоить мысль о том, что такое приготовить приготовить себе на завтрашний день то, благодаря чему ты станешь счастливым. Это очень важная вещь. Это фактически является сутью вообще ислама нашей жизни. И вот посмотрите, что-либо такое, которое, из-за которого сейчас начинаются раздоры между людьми, что-либо такое Бог от нас требует. Вот здесь я читал основные принципы. Что-нибудь такое здесь есть, которое можно каким-то образом интерпретировать как то, что кто-то в исламе больше прав, чем другой. Что-нибудь такое есть. И пусть мне соберутся все хафизы все знатоки Курана Киарем и скажут что-нибудь иное есть Курана Киарем как сказано что важно делать. Чтобы там вот эта же самая мысль не повторялась в другой форме. То есть развернутом виде. Ничего нет. Потому что это является ключом для ислам. А все остальное есть развернутое выражение этого. Развернутое. Слово добро не очень ясно само по себе. Мы знаем что добро. И здесь Куран Киарем многократно в разных случаях повторяется как надо обходиться с родителями есть масса аятов. Как обходиться с бедными людьми есть аяты. Как сиротами обходиться есть аяты. Все что я говорил просто раскрывается и ни одной фразы не такой чтобы после этого сказать что вот посмотри какое-то направление в исламе оно оказывается больше права чем другие. что благодаря этому может быть вообще разделение какое-то. Тем более в прошлой лекции вы помните я вам как раз читал те аяты которые связаны с разделением где категорически это было запрещено. Вот сейчас мы возвращая с вами уже нашей конкретной теперешней сегодняшней жизни мы с вами видим что суть орудия которую я вначале сказал после того как мы с вами прочитали эти аяты суть орудия уже должно нам проясниться в несколько другом аспекте чем обычно понимаете суть орудия в том чтобы мы с вами вот в этих двух вещах усовершенствовали то есть вы уверование и табли уверование мы с вами совершенствуемся когда мы можем имея легкую возможность с вами насытиться а очень много людей есть которые тихо 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 которые держат что вы которые когда видишь что кто-то кушает он хочет держать убегают люди слабые вот человек он видит что там кто-то есть у него кармане деньги один убегает а другой прибегает вот это есть уверовать потому что еще раз уверовать это значит взять указание пути и по нему идти человек который целый месяц имея легкую возможность поесть убегает от этого сдерживает себя иногда с большим трудом сдерживает потому что очень ему хочется поесть я должен еще другую вещь вам сказать что вот связано с оружием это сказано в Уране Керенге только что я вам прочел цель оружия совсем не в том что физически трудности переносить если например человек у него там какие-то почками печень болеть чтобы боли переносить мне сказали недавно совсем у одного знакомого давления страшно было повышенное давление он боялся лекарства принять он целый день ему голову поднять вот это все к уручь не имеет к уручь это не принцип самоистязания это не принцип мучения это принцип борьбы с слабостью нравственной слабостью а нравственность слабость в чем заключается нравственность слабость заключается в борьбе с желанием нравственность на желании построена не на болезни Если человек болен и ему нужно лекарство, и он требует от кого-то лекарства, пошел ограбил аптеку, чтобы взять лекарство, это бездравственно снимите, как у вас пошли. Он защищается, ему не дали лекарства, или если врач, который ему сказал, что я тебе операцию не сделаю, пока ты не заплатишь, и он уложил его на эту штучку и прооперировал его с головы до ног, саму акт прооперировал, это не бездравственно, это самозащита, вот та защита, о которой я сказано. Дравственность связана только с нашей психикой, нашими намерениями. Непс, вот хорошее выражение, это нефс, в котором, к сожалению, в русском языке его нет. Это не страсть, обычно переводят на абстрас, это не страсть. Это когда что-то человек очень с чему-то стремится, вот так будем говорить, стремится к чему-то. Вот нравственность там проявляется, а не в том, что тебе на ногу наступили, ты не вскричал, это не нравственность, это умение сдерживаться. Там кто-то вышел там в темноте, напугал тебя, ты вскрикнул, это не нравственность. Нравственность, когда тебе что-то хочется, и ты этого не делаешь. Вот как с Адамом, я еще раз напоминаю, Адаму там не сказано было, что за тобой там Бог будет гоняться, с этого и сиди, и жди, пока он тебя съест. Это не нравственность. И вы сказали, что...